Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Илья Ебаров и Катя Кауфман отправились на пару дней в родной город Кати в Саранск. Илья пишет, так приятно, приехали в Саранск, вот как нас встретила мама Кати. Глеб Жемчугов покидает Сейшелы. Он пишет в своем блоге, хочу здесь жить. Я еду в Москву, но обещаю вам, что вернусь. И как только Глеб собрался в Москву, сразу вспомнил про свою семью. Он опубликовал фотографию жены и сына и написал Ольге такие слова. Буду тебе благодарен всю свою жизнь за наше маленькое чудо. Майя Донцова сфотографировала мило обнимающихся Иру Пинчук и Андрея Черкасова. Как вам эта пара, пишет Донцова, вы видите их вместе. На проект пришел участник битвы экстрасенсов Денис Высоцкий. Денису нравится Майя Донцова. Ему 21 год, родился в Санкт-Петербурге, учился в Москве в МГУ, получает театральное образование, читает рэп. Марина Мексика после того, как разочаровалась в Никите Кузнецове, решила вести на острове скромный образ жизни. Я решила отказаться от самого главного в жизни – это любовь и волшебство. Сейшельское дно окутало меня венцом безбрачия. Отныне я чувствую исключительно вкус еды. Алиса Огородова и Марина стали на острове близкими подругами. Огородова пишет, «Хочу поблагодарить судьбу, что она свела меня с моей любимой Мексикой. Я надеюсь, что мы дадим хороший пример женской дружбы и докажем, что она есть. Люблю тебя, моя лохматая». Маша Ильина едет на свидание с Елисеем. Девушка пишет, «Заселяться с ним и объявлять себя парой я не спешу. Ему нравятся все девушки на проекте и конкретную симпатию он не выделяет. Не знаю, зачем он приехал сюда». Элина Камерен выиграла суд у бывшего мужа Саши Задойного. Саша не пришел в суд по делу об алиментах и проиграл его. Теперь он обязан перечислять 25% любого дохода на содержание своей дочери Саши. Правда, неизвестно, с каких доходов он будет платить алименты. В одном из интервью Задойнов заявлял, что он хочет помогать своему ребенку, но не в силах удовлетворить аппетиты ее мамы. А Ольгу Васильевну Гобозову обвинили во вранье. Недавно она рассказывала в интервью, что бессовестная Алиана Гобозова выгнала ее на улицу, и несчастная пожилая женщина несколько часов скиталась по морозу. Но эта история – сплошная ложь. На фотографии запечатлен отъезд Ольги Васильевны 2 ноября из квартиры сына. И, как видно по фото, пенсионерка не ушла в темную ночь на мороз, а ее грузит в Мерседес собственный сын, чтобы отвезти на вокзал. Во многих тематических группах в соцсетях сравнивают фотографии Ольги Ветер до проекта и после. Фанаты Дома 2 сошлись во мнении, что Ольга не слишком изменилась, правда стала более ухоженной. Ольга Бузова и ее муж Дима Тарасов планируют встретить вместе Новый год на Мальдивах. Большинство фанатов все чаще склоняются к мысли, что развод этой пары является обычным пиар-ходом, который был хорошо продуман и искусно воплощен в жизнь. Так, средством массовой информации стало известно, что супруги собираются вместе отдохнуть. Недавно Тарасов купил путевку на экзотические острова и отменять ее не планирует. Отмечается, что Оля и Дима заработали неплохие деньги на своем расставании и, чтобы принести радость поклонникам, они готовы помириться через месяц. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.